Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях публицист, всем нам известный депутат Сейма Николай Кабанов. Добрый день. Добрый день. Вот Николай пришел не с пустыми руками, только-только еще пахнет типографской краской вышла книга, на мой взгляд, очень интересная. Называется «Вынужденный альянс. Советско-балтийское отношение и международный кризис. Сборник документов. 1939-1940 год». Те, кто интересуется историей, я думаю, прекрасно понимаешь, что 1939-1940 год наверное, такой самый драматический предвоенный период, где очень многое решалось, и, наверное, из этих документов уже можно было сделать, теперь пока не мере, зная всю историю, далеко идущие выводы. Николай, добрый день еще раз. Почему возникла идея именно этого периода, и что это за книга, о чем она? Эта книга основана на отчетах, которые направлял послание к Латвии в Советском Союзе Фрицис Курцинш в Ригу, министр иностранных дел Мунтерсу. На тот период это было закрытый, секретный. Конечно, да, в которых он написал детально все переговоры, которые проводил с Молотовым, в том числе, там содержатся записи бесед с наркомом иностранных дел, с его заместителями, подробности переговоров, военных руководителей, различные этапы размещения советской армии в Прибалтике, при Балтике. Процесс занятия Виленской области литовскими войсками, после того, как оттуда были изгнаны польские войска. То есть, целый ряд этапов, которые в латвийской историографии прослеживаются очень пунктирно, и даже в официальных исторических книгах они занимают там, ну, буквально, там может, несколько страниц. Здесь мы видим 400 страниц, все документы сопряжены с ссылками, мы проработали несколько сотен персоналей, которые, многие из которых абсолютно неизвестно, приходилось изыскивать буквально там по крупицам упоминаемых людей, различных дипломатов, военных, причем это не только Советский Союз и Латвия, но это еще несколько десятков государств, которые были в то время вовлечены в дипломатический оборот. Так как миссия находилась в Москве, то Коценич рассказывает и о своих встречах с немецкими дипломатами, небезвестным графом Шулинбургом, с французами, поляками, в общем, это все чрезвычайно интересно, не столько даже с латвийской именно историей, а вообще мировой историей, европейской, поэтому я выполнил этот перевод на русский язык этих документов, соответственно, сделал аннотации к ним, и руководил фонда историческая память Александр Дюков написал развернутое историческое предисловие на несколько десятков страниц, в которых ввел читателя в курс дела, почему именно Прибалтика, почему мы сейчас занимаемся через 80 лет этой проблематикой. На мой взгляд, именно в 1939 году Прибалтика стала отправным пунктом мирового кризиса. На мой взгляд, именно из-за политики в Прибалтике не состоялся альянс между Англией и Францией и Советским Союзом. Даже так? Да, и был заключен договор, советско-германский договор 1939 года. Это вот такая версия, может быть, так сказать, кто-то возразит мне, но вот я придержусь такой точки зрения. И опять же, я полагаю, что советизация Прибалтики, так сказать, вступление дополнительного контингента и перевод этих государств в систему Советского Союза, он послужил, собственно, тоже, я думаю, решающим фактором в активизации плана Барбаросса, потому что именно план Барбаросса, план войны с Советским Союзом начал создаваться именно 22 июля 1940 года, вот в день, когда была Латвия официально провозглашена Советской Республикой. То есть, в принципе, тогда можно предположить, что Гитлер ищил, что вот все равно самое время будет нападать. Я думаю, что просто образовался так называемый Прибалтийский балкон, то есть, место, с которого уже мог прыгнуть Сталин и на Восточную Пруссию, и на Польшу, то есть, это была, в принципе, такая зона, кто занимает эту зону, тот контролирует ситуацию. Если бы не было советизации, то тогда бы через несколько дней после начала войны Ленинград бы оказался уже в блокаде, потому что туда подошли бы уже войска через Эстонию, немецкие, да, и, собственно, между эстонцами и финнами существовало на 1939 год неформальное военносоглашение, по которому они должны были перекрыть Финский залив и блокировать Балтийский флот. Тут был тот случай из серии Ча возьмет первое. Конечно, то есть, это игра с нулевой суммой, и победитель получает все, проигравший ничего. Ну и, конечно, в данной ситуации заложниками оказались народы трех государств, но, в свою очередь, элиты повели себя абсолютно, на мой взгляд, безалаберно, несмотря на то, что у них была полная и детальная информация от их профессиональных дипломатов и разведчиков, а вот Коцнич это как раз человек, который сочетал качество дипломата и разведчика, потому что он был профессионально военный и военный отошел Латвии в Литве до того, то есть, он прошел все стадии, был полковником, но и доносил не просто о своих встречах и фуршетах, а вот буквально всю военную информацию, где какие там войска размещены и так далее. А, вот это очень хорошо, вот как раз из-за этого хотел уцепиться и задать такой вопрос, можно ли сказать, что Коцнич ну, очень детально информировал, ну, близко к истине, вот то, что потом... Я думаю, да, безусловно, но, как всегда, интерпретация и принятие решения, оно находится в ведении высших политических руководителей. У нас в Латвии было два руководителя, сначала было три, то есть, был еще Баладис, министр военный, да, но после апреля 40-го года, когда Ульменис уволил Баладиса, то стало вот только два человека, Мунтрас и Ульменис, и, в общем-то, вся внешняя политика была отдана на откуп Мунтрасу. Вот, Мунтрас являл хвостом все время, то есть, сначала он был за Лигу наций, вот, с июня 39-го года, можно же говорить о его, так сказать, про немецкой ориентации, потому что был заключен договор о ненападении с Германией, и Латвия, по факту, с июня по октябрь была германским сателлитом, потому что именно в то время гарантии со стороны Латвии и Эстонии, что эти государства не войдут в конфликт с Германией, они дали немцам возможность часть сил оттащить от границы в Восточной Пруссии, да, и на Польшу их бросить. Именно то, что эти государства последние заключили договоры с немцами перед войной с Польшей, очень о многом говорят, потому что... Но об этом почему-то наши элиты сейчас считают, не говорите. Германия была нерукопожатым государством уже с апреля 39-го года, когда Германия динансировала договор о ненападении с Польшей, стало ясно, что войны не избежать. И тут вдруг подписывает значит Латвия-Эстония договор уже после всего в июне. И после этого сейчас вот говорят, что отборной точкой является договор Молту-Риббентропа. Я так не считаю. Я так не считаю. Думаю, что, конечно, нужно было бы и договор Мунтерса-Риббентропа тоже посмотреть. Да, и существует секретная клаузула к этому договору, в которой говорится, что главным противником для Латвии является Советский Союз. Вот. И об этой клаузуле говорил германский дипломатический чиновник Дертингер в рассылке для пропагандистского аппарата Германии в июне 1939 года. И в этой книге приводится вот этот вот меморандум, в котором говорится о секретном приложении к латвийско-германскому договору. Какова судьба вот господина Коцинча самого? Господин Коцинч был расстрелян. Господин Коцинч был казнен по переговору особого совещания. Слишком много знал. Да. Ситуация заключается в том, что, конечно, это изрядово выходящий случай, когда посол государства, даже там аннексированного государства таким образом с ним расправляются. Но все-таки нужно учитывать еще такой момент, что Сталин был очень мстительным человеком, и он так тасовал человеческие жизни, что порой абсолютно было невозможно распрогнозировать, что, например, Мунтас просидел вместе со своей женой Натальей, русской по происхождению, он просидел в комфортных условиях в Владимирской тюрьме до 52-го года. Существует список яств, которые туда ему в камеру приносили, там вплоть до красной икры и так далее. То есть он вышел относительно молодым здоровым человеком, потом он работал переводчиком во Владимирском тракторном заводе, в 56-м он вернулся в Ригу и работал здесь в издательстве энциклопедии редактором. Будучи министр странных дел? Да, да, да. Бывший министр странных дел Латвии. И потом он еще написал такую книгу типа, значит, «Предатели народа», где он оскорбил Ульмениса и все такое. Он просто купил себе прощение вот тем самым, что он составил докладную записку на имя Берия в 40-м году, когда он был в ссылке в Ярославле, где он изложил полностью всю подноготную внешней политики Латвии, все секреты выдал, все абсолютно факты. Ну а Коцнич, видимо, оказался крепким орешком, ничего не рассказал, поэтому его расстреляли. И следственное дело Коцнич, оно закрыто, он до сих пор находится в архивах ФСБ. Все, что мы знаем о нем, это то, что он действительно был профи и человеком, скажем так, ориентированным на какие-то там, не знаю, идеалы, может быть, офицерской чести, назовем это так. Но у Сафобова не был, да? Я могу сказать, что вот небезызвестное высказывание русской вши, которое приписывают Коцничу, на самом деле, это документ изложения встреч литовского, эстонского и латвийского посланников, где Коцнич пишет, что кто-то из них двоих, вот, либо литовский, либо эстонский, сказал, что достаточно впустить русскую вошь, чтобы она поселилась, значит, в Перебалтике. Вот, но это не его слова. Кстати говоря. Вот еще такой вопрос, которого хотел задать. Вот, говоря о 39-м и 40-м годе, есть ли еще что-то, вот, может быть, тоже, опять-таки, из дипломатической переписки, чтобы для тебя, как для публициста, историка, вот, представлял бы такой интерес, что еще не раскрыто. Безусловно, существует еще целый объем, гигантский объем информации, но, опять же, здесь, мне кажется, уже российские архивы должны помогать, потому что, после того, как был заключен договор, небезвестный договор, 23 августа 39-го года, то Советский Союз потекло большое количество германских специалистов, технологий, и, соответственно, советские специалисты ехали в Германию и так далее. Не секрет, что каждая миссия советских специалистов сопровождалась людьми из разведки, и, соответственно, люди, которые в Советский Союз ехали, они окормлялись контрразведкой, НКВД. По каждой группировке, значит, немцев, которые находились здесь, было заведено оперативное дело, изучались каждый специалист, по ним были заведены, подведена к ним агентура, изучалось их настроение, что они говорят. Это все было профессионально. Абсолютно, да. Я просто видел аналогичные документы в архивах Латвийского КГБ, которые касаются специалистов иностранных, которые работали в Латвии, в Советской Латвии уже в 80-е годы. Вы представляете, когда из Германии нацистской приезжали в Советский Союз, как за ними следили? Вот мне кажется, что было бы очень интересно в будущем когда-нибудь проследить, изучить вот этот объем информации, что стояло за сотрудничеством в кавычках СССР и Германии. Потому что ведь многие сейчас говорят, есть такая спекулятивная тема, что СССР и Германия были союзниками в 39-40-м годах. Ничего подобного, это были два государства, которые ведут гибридную войну. И потом стало ясно, сколько разведчиков германских было арестовано в СССР. И Советский Союз тоже ввел постоянно и пропаганду, и какую-то подрывную деятельность в странах оккупированных Германии. Вот даже такой интересный факт. Почему в 41-м году сразу же после начала войны на Советско-Германском фронте вдруг вспыхнула партизанское движение в Югославии? Это произошло потому, что заранее туда были засланы выпускники диверсионных школ, югославские коммунисты, коминтерновцы, которые потом во главе с ТИТО подняли это восстание. Да, вот возвращаясь все-таки к теме Пакта Молотова-Риббентропа, мы знаем, что как раз в связи с юбилеем этого подписания Российская Федерация выставила вот этот документ и другие документы того периода, и после этого целый ряд латвийских политологов и политиков начали говорить, ну как же так, они опубликовали документы, а где извинения, собственно говоря. Вот, конечно, вопрос извинений, он всегда такой сенсивный, как говорят, чувствительный. Вот твое мнение, должно ли последовать, должно ли были последовать какие-то комментарии с российской стороны к этим документам? Или... Ну, лично мне сейчас, как политику, избранному латвийскими гражданами, такие комментарии, извинения не нужны. Я считаю, что исторический процесс, процесс изучения нашего прошлого идет отдельно от той проблематики, которая есть сейчас, и не нужно все это перемешивать. Мне кажется, что это дурной вкус вообще вот разыгрывать эти пляски на костях и играть в обиженных мальчиков, там, кто кого пригласил, куда, на какую церемонию и так далее. В общем, это все дешево достаточно выглядит. Вот. По-моему, сейчас нужно думать о той действительно угрозе, которая стоит сейчас перед человечеством. Вот. Мы даже не задумываемся о том, в какое тяжелое время мы живем, на самом деле. А я вот участник комиссии по иностранным делам и регулярно слушаю наших дипломатов. Да. И вот мне приходится заключить, что да, конечно, мы не повторим чужих ошибок, но своим и обязательно сделаем. Это точно. Вот. Об этом, может быть, чуточку позже. Завершая вот эту вот тему вот этого пакта Молотова-Риббинтопа, все-таки вот исходя из того пласта документов, которые ты вообще изучил в своей жизни, вот основываясь на этих всех телефонограммах господина Коцинча, можно сделать вывод, что, в принципе, вот пакт Молотова-Риббинтопа это для того времени и в тот момент не было ничего вообще сверхъестественного, потому что сейчас нам пытаются это преподнести, забывая, что на дворе все-таки 21 век, что это был какой-то невиданный аморальный сговор, где лежу границ и решение судьбы. Для меня большим откровением и удачей стало изучение этим летом двухтомника мемуаров государственного секретаря США Кордала Хелла, который возглавлял американскую внешнюю политику с 1933 по 1944 год. Человек этот очень малоизвестный и его мемуары никогда на русском языке не издавались, не цитировались. Вот я получил из Вильнюса двухтомник этот вот изданный в Нью-Йорке в 1948 году. Уже на русском языке? Нет, на английском. Я для газеты сегодня сделал выжимки перевода этих высказываний Хелла по поводу того, что в Прибалтике произошло. То есть да, они восприняли это как нарушение суверенитета, но они не восприняли это как агрессию и как преступление. И как оккупацию. Да, ситуация заключается в том, что в те же самые дни буквально американцы заняли Исландию. То есть сначала ее заняли англичане, потом ее заняли американцы. Потом американцы высадились в таком маленьком государстве Латинской Америки как Гаяна. Гаяна, да, Гвиана, Гвиана, точнее, Гвиана, это французская территория, которая была под отчетом Парижу, так как Париж был оккупирован, они решили ее отжать. Но тоже высадились, потому что никого не спросясь. Да, и так далее. Было масса таких случаев, например, даже заняли Азорские острова американцы, Азорские острова на секундочку приезжали к Португалии, которая вообще в войне не участвовала. То есть им потребовалась база в Атлантике, они просто взяли и высадились. Видите, ну, конечно, разница, вы скажете, ну, вот разница, все-таки были государства, члены Лиги наций, были там, и народы, все-таки там 2 миллиона человек. Но давайте, хорошо, давайте возьмем тогда Иран. Иран. В июне, в августе 41-го года на север Ирана вводятся советские войска за Кавказского и Среднеазиатского округа вниз, так сказать, снизу, с юга их атакуют англичане, там убиваются сотни иранцев вообще, причем англичанами, перед советскими не просто сдавались. То есть бомбардировки идут и так далее. Целое государство, Иран, было разделено между Советским Союзом и Англией. Кто сейчас вспоминает вообще об этом вот в Англии? Да, и там жили десятки миллионов человек тогда. Да, вот есть МИД России дает тоже такие, публикует разговоры Молотова, наркома иностранных дел в тот период, как раз послом Ирана, который все время умаляет, что типа выведите войска и он говорит, что ну а как живут британцы? Да, так что на самом деле это целая такая тоже может быть такой интересный вот пласт истории. Что касается книжки, вынужденный альянс, когда, где можно будет не знаю, с ней ознакомиться? Ну я думаю, что традиционно в тех магазинах русской книги, которая продает в Латвии продукцию московских издательств, Полярия сейчас. Да, ну я думаю, что она появится, так сказать, недавно, вот мы совсем недавно общались с русским историком Ланником, да, его книга о боях в Прибалтике тоже была издана в Москве, и вот в той же самой серии она вот недавно появилась уже на полках. И вот эта вот серия, которую делают фонд «Историческая память» и «Русская книга». Небольшая пауза на рекламу, Николай Кабанов на студии, не переключайтесь. Николай Кабанов на студии, депутат Сейма, публицист, вот мы говорили больше об истории, наверное, настала пора поговорить и о дне сегодняшнем. Интересно, что прямо сегодня в Риге состоялось совещание целого ряда делегаций вот стран в ПАСЭ, где обсуждали о том, как теперь противодействовать России в свете того, что ее полномочия российской делегации в Парламентской Ассаблицы этой Европы было восстановлено. В конце сентября уже сессия, но поскольку вы, Николай, не являетесь делегатом в ПАСЭ, вы можете со стороны на все это понаблюдать. А вообще, как правильно себя вести Латвии в этой ситуации? Я думаю, что Латвии, конечно, было бы целесообразно помолчать, потому что с той, в кавычках, реформой школ национальных меньшинств, которую мы сейчас видим, мне кажется, что Латвия нарушила все имеющиеся международные конвенции и законодательства о защите прав меньшинств в Европе. И в связи с чем я вчера передал министру образования Илге Шуплинской вопрос, насколько соответствует вот эта вот начавшаяся 1 сентября реформа, что 80% в седьмых классах должно быть на латвийском языке, насколько она соответствует праву Конституции, 114 статья с адвоксами о том, что национальные меньшинства имеют право на свою самобытность, насколько это соответствует Европейскому пакту о гражданских правах. То есть вот все это, мне кажется, нужно актуализировать, актуализировать, да, и мне очень жаль, что, к сожалению, многие политики Латвии думают, что все уже, игра закончена и так далее. Нет, я считаю, что нужно здесь брать пример с тех прибалтийских дипломатов, которые 40 лет находясь в эмиграции, да, они поддерживали вот ту линию, то статус-кво, которое было там на 40-й год. И в итоге, да, они добились своего, потому что изменилась геополитическая ситуация. И вот я считаю, что нужно, как говорят американцы, держать на столе вот эту тему, да, и постоянно к ней привлекать внимание. к этому вопросу госпожи Шуплинской можно присовокупить и то, что с 1 сентября сего года запрещено в частных вузов преподавать за плату, я подчеркиваю, на русском языке, запрещено принимать вот на русский программ. Это как соответствует вообще рамочной конвенции? Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что бизнес, он ищет, где глубже, и вот сейчас уже буквально там в Клайпиде открывается вуз аналогичный, где будет на русском языке преподавание идти. И жаль, конечно, что вот таким образом уничтожается буквально действующая отрасль частного преподавания и так далее. Вот, я знаю, что совсем недавно ты побывал на Тайване с коллегами по Сейму. Очень интересный регион, да, особенно зная взаимоотношения вот с КНР. Вот, может быть, несколько слов об этом. Но прежде всего ты упомянул КНР, да, являясь участником группы по парламентскому сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Да. И побывал я на острове Тайвань. Вот я так дипломатично это говорю, да, и побывал в городе Тайбы. Я дипломатичный. Я не буду говорить, так сказать, о том, как себя называет эта территория, потому что, ну, в мире, в мире это признают буквально несколько государств по таким названиям. Китайская Республика его признают Прагвай, Сальвадор, Никарагуа и Маршалово острова. То есть, вот эти государства, они в свою очередь не имеют дипотношения с КНР, потому что КНР сразу же разрывает, как только услышат, что, значит, кто-то с Тайванем дипотношения устанавливает. Но вместе с тем мы должны признать, что это государство, вот оно входит в пятерку мировых лидеров по запасам валютно-золотых резервов. Это государство, которое со своим маленьким, скажем так, территориальным ареалом, который составляет примерно, ну, 55% территории Латвии, там живет 23 миллиона человек, и они смогли производить ВВП по уровню, как в Дании и Австрии. То есть, я был в шоке, конечно, то есть, что может достичь такого богатства, ну, вот такой небольшой факт, ни одной дороги на Земле вообще. То есть, все дороги только на эстакадах, и эти сотни километров... То есть, это космос. Да, несущиеся. Ну, поезда со скоростью 300 километров в час, там, хирургия, которая позволяет склеивать кости черепа клеем, то есть, которая превращается потом в вкусную ткань. Вот. То есть, такой уровень. Нанотехнологии, там, не знаю, ну, дорожное движение хотя бы, да, вы представляете себе город с населением там больше двух миллионов человек, гигантское количество транспорта, в особенности вот эти мотороллеры, час пик. Слушайте, ну, за неделю мы ни разу не стояли в пробке. Самая большая пробка, там, она примерно, как у нас, там, не знаю, на улице Сатексмес, да, ну, то есть, буквально, какая-то космическая организация всего. Тайбэй очень интересный мегаполис, конечно, там сохранились японские здания, в колониальный период построены, потому что Тайвань был частью Японии, да, и в течение 50 лет там развивался такой японский стиль жизни, повлияло и на кухню, и на менталитет людей, они не такие шумные, как континентальные китайцы, они очень атомизированные, на самом деле, люди, группами не ходят, в общем, у них такой стиль, я бы даже сказал, у меня такое впечатление, что это какие-то европейские, европейские азиаты были, очень много христианских церквей, постоянно кресты видели, и у людей имена такие, как Джейсон, Тереза, Герберт, то есть, и китайская, допустим, какая-то фамилия, вот, то есть, ну, интересная Азия, такой, действительно, уголок необычный. Вот, все-таки, если мы говорим политически, какие выводы вот можно сделать после этой поездки? Из этой поездки можно сделать вывод, что центр мировой политики, конечно, находится сейчас в Азии, именно это, центр отношения, это противоречие между Китаем и США, вот, и постоянно мы говорили только вот об этой теме, как вот Китай, что будет делать, вот, торговая война, Гонконг, вот эти все темы, они действительно на первых полосах сейчас мировой прессы и сайтов, и новостей вовсе не Прибалтика. Вот, интересно, ты сказал в самом начале нашего интервью, нашей беседы, что вот ты, работая в комиссии Сейма по иностранным делам, ну, все-таки слышишь и наших дипломатов, может быть, приходят эксперты, и вот все-таки у тебя, какое у тебя впечатление создалось, вот те, кто, не знаю, формирует нашу внешнюю политику, участвуют в формировании, они вот представляют вот реальные сейчас вот тренды, если так можно сказать, которые происходят, вот торговая война и реальность между КНР и Соединенными Штатами, и Брексит, его последствия, да, вообще взаимоотношения там России с азиатскими странами, с КНР, есть такое вот понимание, в каком мире мы сейчас живем? На мой взгляд, наши дипломаты и, в общем-то, политический класс, он сформировался в тепличных условиях максимального благоприятствования Европы, как это было после нашего вступления в нулевые годы, когда была относительно спокойная жизнь, мы получили деньги, и так далее, все было чики-чики, вот сейчас начался период турбулентности, мне кажется, мы к этому не готовы. Задача латвийского дипломата или чиновника, который получает установку из Брюсселя, сделать это на 200%, то есть выполнить и еще больше перевыполнить. Вот многократно мне приходилось общаться с дипломатами из так называемых третьих государств, которые в Латвии работают, все жалуются на то, что невозможно открыть счет, невозможно открыть счет ни дипломату, ни посольству иностранному в Латвии даже, потому что банки требуют страшное количество справок, месяцами длится даже дипломаты не могут открыть счет. Да, да, потому что вот это регулирование MoneyWell, про которое сейчас очень много говорится, то есть буквально душит, душит всех. То есть латвийская банковская система стала антиклиентской. Это все благодаря вот этому буквальному выполнению и перевыполнению норм Европейского Союза. Там, где любая уважающая себя европейская страна действует творчески, возьмем тот же самый Люксембург, они же не стали закрывать отделения латвийских банков, которые подверглись здесь санкциям. В целом, я могу сказать, что, конечно, не хватает самостоятельности, не хватает какого-то креативного мышления у наших чиновников. Все очень боятся всего, все действуют именно по ранжиру. Должен еще сказать, что все-таки то, что много лет во главе МИДа находится один человек со своей своеобразной картиной мира, это тоже добавляет. Интересно, если мы еще говорим о международной политике, она не знаю, сколько международная, но вот этот случай с ПНБ-банком, ведь этот банк находился в последнее время под тщательным контролем Европейского Центрального банка во Франкфурте, и ФКТК говорило, ну вот теперь там условно говоря Европейский Союз с его регулирующей структурой разберутся и так далее. Ну вот мы видим, где мы сегодня оказались, а кто-то вообще за это отвечает, вот депутат Сейма может добиться вообще сказать, кто за это отвечает? Я считаю, что необходимо было бы создать комиссию по расследованию всей этой грязной и гнусной истории, заложниками которой оказались десятки тысяч вообще ни в чем не повинных простых людей, пенсионеров. Сегодня мне довелось видеть никого иного, как господина Ремшевича. О, по улице. Нет, он сидел на приеме в посольстве Швейцарии, закусывал там за столиком и чувствовал себя, как я понимаю, очень свободно и замечательно. Вот теперь он будет выходить в свет и, в общем-то... Он советы дает, я так понимаю, всегда не править. Все у него хорошо, да, а всего несколько месяцев назад все говорили, как вот Ремшевич, значит, дело какое-то уголовное про снивое есть, но человек ходит по приемам, все у него хорошо. Вот, поскольку у тебя большой опыт и политической деятельности, так получилось, что в какой-то период ты занялся как раз вот такой литературной работой, писательской, и не был так в активной политике, сейчас ты вернулся. Изменился вообще парламент? Сейчас, почему я спрашиваю, что есть такое ощущение, что идет, или нам так кажется, такой политический передел, приходят новые элиты. Абсолютно согласен с тобой. Дело в том, что 60% парламента это новые депутаты. Это люди, чье мышление уже сформировалось в период независимой Латвии, люди возраста 30-40 лет. Да, соответственно, люди не отягощенные какими-то советскими, может быть, комплексами, такого, знаешь, какого-то вождизма, там, не знаю, может быть, даже какая-то демократия для своих, для своих, еще раз подчеркну, существует, да. Ведь посмотрите, как, например, в партии развитию за решаются вопросы. У них там съезды бурные, там, они там кого-то избирают, переназначают и так далее. Но когда нужно выступить, так сказать, вовне, да, всегда у них сплоченная железобетонная позиция. Уже никакой демократии. Тиес из Кумс, значит, да, всех приезжать, всех к ногтю и так далее. То есть, вот мы видим, что та же самая, ну, либеральная, в кавычках, партия Атест и Байпар, развитию за, кого они выдвинули в качестве своего лидера? Артиса Пабрикса. Понимаете, вот это их назначение, их номинант в министре обороны. Которого либералом, наверное, можно назвать. это такой, в общем, стандартный национал-консерватор. Вот, в общем-то, в Европе это был бы человек, занимающий крайне правые позиции в политическом спектре. У нас есть и новые консерваторы. Ну, а новые консерваторы, что я могу сказать? Среди новых консерваторов есть два основных, скажем так, класса депутатов. Это бывшие сотрудники Бюро по защите, по борьбе и предотвращению коррупции. КНАП, да. Да, КНАП. И вторая, это такие сборная, сборная команда, да, среди них есть довольно разумные, скажем так, ну, рациональные персонажи, которые работали там и в коммерции, и где-то, где-то еще на вопрос, какую скрипку они играют. Потому что все-таки во главе фракции стоит Юта Стрики, да, человек с очень, специфическим, опять же, мировосприятием, да, и она буквально вчера витистовала на трибуне, она там искала везде, среди депутатов, коррупционеров и прижимала к ногтю всевозможных, значит, персонажей. Ну, вчера были очень большие дискуссии по поводу закона о конфликте интересов, вот, и все это дело закончилось очень странно. Было принято такое решение, позволяющее депутатам руководить так называемыми социальными предприятиями, вот, то есть социальные предприятия. А что, это настолько актуальный вопрос? А это очень интересно, дело в том, что это фактически закамуфлированный бизнес, то есть, если я найму себе инвалидов, которые будут коробочки клеить, да, вот это уже будет не просто бизнес, это будет социальное предприятие, и я там смогу получить зарплату еще вторую. И это все продвинул такой известный Роман Наудинш, это депутат от национального объединения, который тихо, так сказать, под столом делает вот эту лоббистскую работу уже много лет. То есть, несмотря на то, что Юта Стриге там боролась и всячески сражалась, ничего у него не получилось. Социальные предприятия будут. Да, социальные предприятия будут. То есть, я считаю, что, конечно, эти молодые фракции, три, это консерваторы, это развитие УЗА и партия КПВ, ЛВ, вот они сейчас составляют такую как бы новую портель, которая борется с остатками старых политических кланов. Главная их мишень, их еда, это союз зеленых и крестьян, которые они считают необходимым разрушить. Поэтому они всячески его кормовую базу нарушают. Ну, у нас сейчас есть большие дела в Министерстве Сообщений. Как вы знаете, новый министр Тайлос Линкайтис, он очень быстро запрягает, то есть, они уже собрали поезд, который поехал в Балдераю по рельсам, вот этот пассажирский состав. Видимо, сейчас займутся портами, да. Да, они займутся портами, они займутся аэропортами, потому что вчера были также направлены в рассмотрение поправки к закону об авиации, о том, что у нас, оказывается, даже маленьким аэропортом не может владеть человеку, в лояльности которого есть сомнения. Вот, а какие сомнения, кто будет проверять эту лояльность? Обычно говорят так, если человек не осужден, да, то он не преступник, а у нас достаточно каких-то данных, сомнений, да, сомнений, да, причем в Латвии, в Латвии существуют аэропорты, которые уже буквально под ключ изготовлены, да, сделаны, там даже аэровокзалы построены, но туда самолеты не летают, потому что их нет сертификата, а сертификата, почему? Потому что их владельцы кому-то не нравятся. Да, и я так понимаю, что газовый терминал есть такой проектный, газовый терминал, это совершенно замечательный привет всем дачникам Саукрасты, да, то есть вот новая консервативная партия хочет сделать независимость от Газпрома, для чего будет построен терминал в двух километрах от берега, будет протянута линия электропередач, будет проведен газопровод до Инчуканского хранилища, 40 километров, все это по-живому, по всем этим участкам, дачным кооперативам, что это будет, ну извините, там даже несколько скоростных автодорог проходят, как-нибудь под ними, и как эта инфраструктура вся будет себя вести, от вибраций, чтобы быть независимыми от Газпрома. Вы же знаете, литовцы уже сделали себе газовый терминал, называется Индепенденс, в результате они платят в несколько раз дороже, чем они платили бы. может ее переизбыток, уже там, в Индепенденции. Слушайте, ну зато там приезжает какой-нибудь американский руководитель и пожимает руку, спасибо, товарищи, что вы у нас покупаете, вот так. Да, такой может, последний вопрос, я понимаю, что это такой длительный дискуссионный вопрос, но сейчас он ведется, и в том числе уже в СМИ, вот на твой взгляд, нужны ли какие-то перемены, не знаю, в согласии и нужны ли вообще они, если нужны, то какие. Я считаю, что моя задача, как депутата избранного в парламент, это работать по заявкам своих избирателей, выполнять те пункты программы, которые я обещал сделать год назад. Вот это самое главное. Я полагаю, кроме меня будет достаточно людей, которые захотят заняться партийным строительством. Более того, я могу сказать, что с 2002 года я видел массу различных партийных проектов, перемены лиц и так далее, но я могу сказать, что те люди, которые работают, они всегда сохраняются при любых пертурбациях. Мы можем увидеть, например, фамилии Андрея Клементьева, Бориса Целевича, Валерия Гешина, Виталия Орлова. Это люди, которые в политике уже находятся два и три десятилетия. Потому что работают. Ну, потому что интриганство и различные китки, предательство, но это просто контрпродуктивно в первую очередь относительно тех, кто это совершает. Николай Кабанов у нас был в студии, депутат Сейма от фракции Согласия, публицист. Мы говорили в том числе о новой книге «Вынужденный Альянс». Так что не пропустите, когда появится и у нас в книжных магазинах. Большое спасибо. Спасибо.